Я приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Мой гость сегодня Гарри Табах, офицер военно-морских сил США в отставке. Гарри, рада вас приветствовать. Так же, Диана. Очень рад, что вы меня пригласили. Я очень рада, что вы соглашаетесь дать свои комментарии и поделиться своим видением для аудитории канала Политбюро. Предлагаю начать нашу беседу со следующего. Трамп опубликовал серию сообщений с пожеланиями счастливой Пасхи. Всем тем слабым и жалобным Рено, радикальным левым демократам, социалистам, марксистам и коммунистам, которые бывают в нашу нацию. Самым тревожным звоночком и самым среди серии всех заявлений, которые сделал Трамп, я для себя выделила короткий пост «Третья мировая война». Если перевести на русский язык. Написал он это впоследствии происшествий, которые сейчас развиваются по поводу Тайваня. Что вы думаете по этому поводу? К чему это такое? И что происходит? Возможно, вы объясните в голове о Трампе. Я не знаю, почему вас так интересует, что происходит в голове Трампа. Кто он такой? Я не понимаю, почему во всех украинских СМИ каждый день Трамп. Кто-нибудь может это объяснить? Кто-нибудь может объяснить, за что его судили, за что его арестовали, в чем? Никто из этих всех, на всех главных каналах показывает только это у вас. У нас столько этого нет. Нас посмеялись за тем, что его арестовали. Маск сказал, ну все, они его президентом сделали. Ну, банановая республика там. И много-много. Только украинцы волнуют, что Трамп. И только вот эти вот у вас на всех каналах, вот эти вот хорошие русские, да, они все время вот Трамп, Трамп, Трамп. И вы все украинцы, кто он такой? Еще два года до этого. Шансы, что он будет президент, ну не знаю, минимальные какие-то там. Ну, конечно, может быть. Даже если не может быть. Почему вас это так интересует? Вот я не понимаю. Он же вот даже, чурка не может понять, почему это вас так интересует. Видите? Потому что, ну, в Америке такого нету. Что он такой, может быть, будет президент, а может быть, и не будет. Он сказал, он сказал. Семь лет он сказал. Семь лет такие, как я, почему-то должны объяснять, что он сказал, чего он сказал. Почему это выйдет из контекста? Почему эти хорошие русские у вас имеют такую популярность в стране? Что вы слушаете? И это проходит таким образом. Я лично не понимаю этого. Россияне мобилизуют полмиллиона человек почти что-то. Контрнаступление. У меня собачка уже тоже в ответы вашей собачке. Они протестуют. Они протестуют. Натупление толкают на контрнаступление и так далее. Украину непонятно, есть оружие, нет оружия. Документы секретные вышли из того, что произошла утечка секретных документов. То есть украинцам, если это правда, если это правда, такие планы есть. Гарри, мы еще поговорим. Я хочу еще... Я вам говорю, что происходит в мире, да? Что происходит. Блен Лиз, Иран с ядерным оружием. Тут Трамп. Только вот Трамп интересует украинцев. Вот этого вот мне непонятно. И опять же, даже если он что-то сказал, давайте обсуждать, что он сделал для Украины, для Израиля. Сейчас в Израиле что-то происходит. Вот у вас на каких-нибудь главных каналах вышло что-нибудь про Израиль? Сказала, Украина поддержала Израиль как-то или что? Поддержала. Специально есть заявление, что Украина поддерживает Израиль, что надо заканчивать военные конфликты, если можно так назвать, с Палестиной мирным путем. Были заявления... В порядке Украины, да. Она поддерживает Израиль, заканчиваете мирным путем с Россией. Так что, о чем бы Украина... Давайте покажите пример. Закончите мирным путем с Россией. Пример покажите. Происходит в мире. А тут Трамп сказал, третья мировая война. Ёлки-палки. Теперь сохватились за это. Каждый день что-то Трамп сказал. Каждый день. Семь лет. Семь лет этот пирожок с какашками. Кушают и кушают, кушают и кушают. Вот зайдите на мой канал. Я не рекламирую свой канал. Но зайдите на мой канал тем, кому это интересует. И почитайте отзывы. 50% моих слушателей живут в Америке. Я уже много раз говорил. 90% русскоязычной общины в Америке. Куда входят и украинцы. И старые украинцы, и новые украинцы. Мы все считаем русскоязычными. Нас раньше вообще русскими называли. Сейчас, слава богу, уже называют русскоязычными. Потому что русских нас как раз чрезвычайно мало. И почитайте отзывы. Они говорят, 90% из нас республиканцы. Из этих 90% голосовали за Трампа. И вот они все пишут. А почему украинцы против Трампа? А что он такого сделал против Украины? А почему украинцы против республиканцев? А я помогаю Украине. Я здесь живу 30 лет. Я живу здесь 20 лет. Я просто живу в Украине. Почитайте, они все пишут. Я помогаю Украине. Я из Украины. Но почему они против нас? Почему они все время, каждый день, что-то выдают против Трампа? Причем не украинцы, а вот эти вот хорошие русские на украинских каналах, за которые мы платим. Американские налогоплательщики платят. И вот люди не могут это понять. И они ко мне точно так же обращаются. Я объяснить этого тоже не могу. Потому что соровские деньги, демократические деньги, видимо, действуют в Украине. И это во время боевых действий. Это во время войны. Это во время того, когда гибнут там люди каждый день. И гражданское наследие. Трамп сказал. Он сказал, что он сказал? Третья мировая война. Да? Так что он сказал о том, что самый лучший и единственный способ решить проблему с Китаем или любую другую проблему, которую мы имеем, это избавиться от Байдена. Ну, я согласен. А при ком это все идет? При ком это все началось? Я согласен. Но не Байдена, а этой администрации. Опять же, смотрим, что было сделано. С чего началось хотя бы там, где Украина. Не будем брать Тайван, не будем брать Косово, не будем брать Израиль. Не будем брать другие страны, у которых сейчас огромные проблемы из-за нашей администрации. Началось это с Украины, я считаю, с Будапештского меморандума. Кто был у власти при Будапештском меморандуме? Клинтон сейчас вышел и сказал, я извиняюсь за Будапештский меморандум, потому что это было... Если бы я тогда знал, что будет сейчас, я бы этого не делал. Ну, молодец, он извинился. Дальше что? Репарации где Украине? Где помощь Украине? За это что? Раз, уже признали, что это плохо. За что, кстати, меня и моих единомышленников гнобили. Кто был тогда послом в Будапеште в тот момент от Соединенных Штатов Америки? Не знаете, Диана? Вот честно, я вам скажу, никто из ваших журналистов этого не знает. Они даже не взглянули в это везде. Это был папа сегодняшнего министра иностранных дел США Блинкина. Это его идея. Случайности? Я не думаю, что это случайности. При ком начался Крым. И позвонил Байден, позвонил и сказал, что не надо это делать. Что не надо защищать Крым. Что не надо сопротивляться. При ком началась эта полномасштабная война. И он говорит, да, Байден проблема. Слабый лидер в мире это проблема. Когда слабый лидер американский, и когда он социалист, и когда он пришел к власти, нельзя это говорить в Ютубе, потому что у нас свобода слова самым честным, самым прозрачным образом, то, конечно же, многие пол Америки. Когда вот эти вот хорошие русские выходят у вас и начинают говорить, что и так, и ся. И в этом во всем виноват Трамп. И в Украине это все поддерживается, и все это распространяется. Мы говорим, вас убивают. Сегодняшняя администрация. Давайте решать сегодня проблему. Кто подписывает, кто дал ленд-лист, кто вам посылает оружие. Почему произошла утечка документов секретных? То есть вам теперь все надо будет переделывать. Это время. Время – это жизни ваших солдат. И то непонятно, что произойдет. Зачем вас толкают в контрнаступление? То есть что отобьете, то ваше, а что нет. Но все, садитесь и договариваетесь. Понимаете? А вас Трамп сказал. Трамп сказал сегодня, что идет Третья мировая. А какая это война? Конечно, это Третья мировая война. Вы думаете, когда была Испанская война, и туда посылали воевать из Советского Союза, и Франко, и Федералы, или в Польшу, когда война началась, Вторая мировая война, ровно в 4 утра, 22 июля ровно в 4 часа утра? Нет, она началась до этого. Это разгонялось. И сегодня, да, я считаю, тоже Третья мировая война, потому что и Китай здесь, и Израиль здесь, смотрим, что происходит. И все это левые силы. В Израиле это тоже левые силы. Да, могу честно вам сказать. В Израиле власть... Вот тут я согласен, что в Израиле власть в руки взяли евреи. Терпеть этого больше невозможно. Но, понимаете, но все время вот этот отвлекающий маневр с Трампом. Все равно страх с Трампом. Что-то у нас в стране все смеются, что никто сформулировать, за что его арестовали, и какие к нему претензии. Никто сформулировать не может. Вот у меня в семье есть прокурор. Смеется, говорит, но это просто смешно, как они все это перекрутили. Прокурор города. Теперь они сами под этот прокурор, его зам, вызывают их в Конгресс. Они сами теперь под расследованием за то, что это политический заказуха. Ну, все уже. Адвокат этой Дэниел Стормс, или как ее звали, он смеется. Он говорит, вы что, с ума сошли? Что вы делаете? Элон Маск говорит, что, ну, идиоты. Они взяли сейчас и сделали президента из Трампа. Они ему это дали таким образом. Но он из святого из него делал. Он мучается за всех за нас. За семь лет это все, что вы могли на него накопать, идиоты. Это все, что вы могли накопать, что он свои амбарные книги записал, это как юридические расходы. Это даже не нарушение закона, это нарушение правил. Если это так. Вот никто сформулировать даже не может. Не понимает, что ему привязали, что он использовал деньги, которыми он расплатился с юристом, а юрист до этого заплатил ей, чтобы она молчала, а эти деньги он записал как юридические расходы личные. Раньше они хотели это привязать, что это из избирательной компании деньги, но это были его личные деньги. То есть он это сделал, чтобы его избрали. А это нельзя. Все, что ты делаешь, чтобы тебя избрали, надо использовать деньги избирательной компании. А он использовал свои деньги. А до этого они пытались доказать, что он использовал деньги избирательной компании, заплатить ей, чтобы его жена не узнала. Санта-Барбара. Гарри, предлагаю. Где-то логика есть. Здесь явная заказуха. И все это видят. Они его боятся. А украинцы в этом участвуют больше, чем кто-либо другой. У украинцев проблемы больше, чем у кого-либо другой. Смотрите, я работаю на канале общенациональном. Мы не обсуждаем Трампа в эфирах, только очень прям такие одиозные заявления. Это бывает очень редко. Просто так как вы с Америки, и я посчитала зануженно спросить ваше мнение, что вы думаете, что думают американцы, как в Америке на это реагируют. Поэтому я не могу сказать, что здесь вот все в Украине. Сегодня проснулись, открыли телеграмм и увидели, Трамп написал Третье мирование. Все, все идут с оружием воевать. Я вижу на государственных каналах очень много вот этих 5-6 человек, которые самые популярные эксперты, военные, политические. Все в основном хорошие русские. И они вот без конца. И все время это вольт там. Вот допустим, Блинкен вышел и сказал, у нас, что да, что выход из Афганистана был неправильный, что мы там бросили много оружия. Все это все неправильно. Мы это осознаем. Правда, никого не наказали. Ни с кем разбирательства не было. Но он сказал, но это вина все равно Трампа. Это вина его. Потому что 36 часов, когда звонил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он не мог дозвониться в Белый дом. Не мог понять, что происходит, почему американцы взяли все, бросили и свалили. Бросили своих союзников, включая украинцев. Ребята из спецназа, в Украине идет война, а там украинский спецназ пытается спасти гражданское население и своих товарищей, потому что американцы бросили их. Да, он не может. 36 часов он не может дозвониться, в Белый дом вина Трампа. Но это же понимают люди, что это абсолютно дошло до идиотизма, до полного. А в Украине на каналах, за которые, кстати, половина оплачивает республиканская партия, мы, граждане Америки, у них идет только, причем это во время войны, мы не понимаем, зачем это делается, у вас что там, проблем нет. На государственной каналах сегодня идет война, сегодня военное положение в Украине. Почему комментируют про контрнаступление? Откуда они знают эти вот хорошие русские или даже вот эти украинские люди, которые себя называют? Я, кстати, их часто говорю, давайте, я полковник, с капитаном первого ранга, если вы офицеры, давайте дебаты с вами приведем. Потому что если один офицер говорит одно, а другой офицер говорит другое, то что должно быть? Должна быть сатисфакция. Мы выходим в офицерское собрание и сидят наши товарищи и решают, кто из вас прав, а кто нет. Так нет. Они только себя в этих эфирах называют полковниками, подполковниками. Пожалуйста, дайте мне сатисфакцию. Вызовите вот Дианина на канал и давайте разберемся с сатисфакцией. О каком контрнаступлении вы говорите? Что вы понимаете в этом? Я не могу понять. В каких академиях вас этому учили? Что вы называете даты? Где будет контрнаступление? Или такие, как вообще вот эти хорошие русские, которые к военным вообще никакого отношения не имеют, никакого доступа не имеют, никакого понятия не имеют, комментируют. Понимают, что это деморализирует украинские войска. Потому что они сидят и там говорят. Люди же, которые на фронте, они понимают, что это хаос, что это черт знает что происходит. Некоторые командиры знают, другие не знают. Это фог войны. Они всегда говорят, подожди, на шоку контрнаступление началось, а мы не в курсе. Этот командир начинает, подождите, ребята, а у нас нечем? А что мы должны делать, хлопцы? Пеньковский, полковник Пеньковский сказал, что началось. Фейгин, Фейгин сказал, он же сам был снайпером, у Милосовича парня. Трибунал же никак не дождется. Но о чем они говорят? Зачем они это говорят? И я уже многим из них, включая Алексея Арестовича, включая Юлию Латынину, я всех по именам назову, я им сказал, кровь украинских солдат на ваших языках. На ваших языках. Вы понимаете, что здесь может идти наступление, а здесь может и отступление быть. Здесь может быть красная селедка, здесь может быть отвлекающий маневр, здесь может идти разведка боем. Здесь как бы идет наступление, а здесь настоящее идет. Вы что думаете, что сегодня все проснулись и закопы закупали за родину, за Сталина вперед? Это контрнаступление. И все это происходит на главных уровнях Украины. Я не понимаю, военное время. Все можно говорить только то, что исходит из Генштаба. Вот то, что Генштаб говорит, то и происходит. Все остальное, это вы вредительством занимаетесь. Вы занимаетесь диверсией вооруженных сил Украины. Только то, что исходит из Генштаба. Один из ваших руководителей, по-моему, он возглавляет РНБО, если не забываю его фамилию. Алексей Данилов. Данилов. Он сказал им заткнуться. Уже он говорит, говорит, замолчите, эти пять голов, по-моему, там уже мем идет. Пять человек знают о том, когда и в каких местах будет существоваться контрнаступление. Сейчас в интернете везде эти пять человек, там Арестович, Пинковский, Швеция, еще кого-то. Вот эти вот пять человек, они знают. Денис, ну, понимаете как, это люди, которые занимаются дезинформацией и вредительством. Не знаю, и я не знаю, когда и где будет контрнаступление и каким образом оно будет происходить. Но идет явное вот это давление общества, и я знаю, у нас так во время Вьетнама было, общество идти в контрнаступление, начинать двигаться, когда мы начнем, когда мы начнем двигаться, и по политике начинают тоже этим давлением заниматься. И впечатление лично у меня, впечатление у моих единомышленников складывается такое, что они говорят, идите, вот вам мы дали оружие, вот столько оружия у вас есть, вот с этим оружием идите в контрнаступление, все, что отобьете, ваше, а все, что не отобьете, придется договариваться. Пендагон, как сообщается, ищет источник утечки секретных документов, которые недавно появились в сети и содержат очень большой спектр информации, начиная от украинской ПВО и заканчивая информацией об израильском шпионском агентстве МОСАК. Об этом пишет агентство Ройтерс, данные документы публиковало издание The New York Times. Кто к этому причастен? У вас есть ответ? Кто за этим стоит? Россия, Америка, Китай, Европа, Украина? Опять же, это очень сложно ответить. Если это правда, если эта утечка такая произошла, то это ужасно. Это значит, что многие скажут, что есть предатели где-то, что есть... В моем опыте предательство это редко. Хотя в Украине мы понимаем, что сейчас очень много пятая колонна, предателей много. Так сложилось исторически там, потому что очень долго и близко вы с ними жили. Но я обычно это списываю на некомпетентность, бюрократию и тупизм официальных лиц. Вот в моем опыте это всегда было какой-то дебил, который сидит или группа дебилов, которые сидят долго на какой-то должности, есть какой-то допуск. И вот они совершают такие идиотские вещи и документы такие уходят. Гарри, ну что интересно, там вторая партия документов была опубликована 28 февраля, вторая партия документов была опубликована 2 марта. Но такого обнародования, розоволосу на украинском, оно вот только сейчас. надо задать себе вопрос, почему сейчас, почему это происходит сейчас, может быть, потому что идет вот это давление о контрнаступлении, и теперь надо менять все планы, теперь надо менять все, то есть это оттягивает время, а сколько время это займет, опять это продолжение, сколько жизней украинских это унесет, кто-нибудь будет за это отвечать. и опять же, но с другой стороны, это может быть и фальш, это может быть и красная селедка, что мы называем, это может быть отвлекаемые. Документы могут быть неподлинными, они могут быть делами. И других войн, это война, это хаос, война, это smoke and mirrors, что мы говорим, очень много того, что мы знаем, это неправда или искаженно. И как сказал министр Данилов, три, четыре, пять человек знают, все остальные не знают. Если бы даже я знал, даже при всем моей любви и уважении к вам, я бы вам не рассказал. Поэтому были, когда мы, фильмы есть, книжки про это написаны, когда мы брали убитого офицера, клали на него секретные документы и делали так, что его прибивало к берегам Болгарии или еще какой-нибудь там страны, которая была на немецкой стране, но не совсем на немецкой стране, к немцам попадали эти документы, они думали, что это настоящие документы, а это были ненастоящие документы, планы наши, и таким образом мы вводили их в ошибочные решения. Поэтому, но мое личное чувство не очень хочется этим делиться, конечно, но это понятное дело, что после того, как мы ушли из Афганистана, бросив там все, после, так как проходят у нас сегодня суды над бывшим президентом, признание то, что опять же, помните, у Трампа документы нашли в его доме, в закрытой комнате, которая была печатна в ФБР, там были секретные документы, все президенты это делают, есть закон, что они имеют на это право, но они раздули, что вот он забрал секретные документы. Потом нашли документы секретные, не у президента, не в секретных ромниках, где он имеет право содержать, а в гараже его сына наркомана, на полу валялись, но он говорит, что гараж был закрыт, тут ничего страшного, тут ужас, какой криминал, импичмент, расстрелять, уничтожить, а здесь ничего страшного, действующего президента, его сына на полу нашли. После таких случаев, конечно же, ты не удивляйся, что такая утечка могла быть, если эта утечка и будет расследование, и кто-то за нее ответит, как за Афганистан, например, у нас ответил только один подполковник морской пехоты, который сказал, а кто за это вообще отвечать будет? Его уволили, слава богу, не посадили, а то ему вообще грозил трибунал. И кто за это будет отвечать? И, конечно же, если это правда, то это ужасно, то это катастрофа, можно сказать. Это будет стоить украинцам очень дорого, их жизни. Это произошло опять, на чьей, кто стоял на вахте в это время, чья администрация отвечает за это? К сожалению, да, за это должны отвечать власти, у которых произошла эта утечка. Ответят они за это? За Афганистан не ответили, за документы, которые валяются, не ответили. И за много другого, чего не отвечать. Поэтому, когда такое происходит, китайцы это видят и мотают на ус, иранцы это видят и мотают на суд, и русские это видят и этим пользуются. К сожалению, украинские СМИ принимают в этом участие тоже. за Нью-Йорк Таймс это, насколько я понимаю, издание, которое полностью контролируется демократами, Белым домом, и именно это издание начало разгонять эту информацию. Это говорит о том, что это выгодно Байдену? Я не знаю. Я только знаю, что это не выгодно. Если это правда, то это не выгодно на Украине. Но во втором пакете, да. Мы видим, что это администрация. Опять же, это не мои слова. Опять же, это не потому, что там ты трампист, ты за Россию, ты консервы и так далее. Это то, что говорят наши военачальники. Генерал Келлог, генерал Патреус, генерал Мэттис, гений военный, любимый генерал Украины Бен Хаджес, уважаемый человек в Украине. Я не знаю, почему, но вы его больше всего любите. Он заслуживает это. Просто есть еще генералы, помимо него, которые тоже говорят, военачальники, что если бы мы хотели, если бы сегодняшняя администрация и такие генералы, как генерал Кларк, генерал Бен Хаджес, они явно на демократической партии стороны. Это ничего, опять же, тут ничего плохого нет. Это не унизит. Это у нас половина людей на одной стороне, половина людей на другой стороне. Я думаю, что это нормально. Я не клоню ни в одну, ни в другую сторону, но я клоню за военных. Я сам военный человек. И они говорят, если бы наша сегодняшняя администрация, хотела бы, чтобы это украинцы победили, они бы давным бы давно эту войну закончили. Вообще бы она не началась бы с этой администрации. Это говорят наши военачальники. Это не потому, что там они трамписты или еще кто-то, потому что с военной точки зрения они смотрят на это профессионально. Если бы мы дали Украине то, что нужно, когда нужно, вовремя, и вели себя, не то, что, если это небольшой захват украинской территории, то ничего страшного, если бы большое, то вообще посольство увезти оттуда и так далее, и так далее. То это, конечно же, и санкции не вести примитивно никаких. Ну, конечно же, это, поэтому, да, похоже на то, что сегодняшняя администрация в Соединенных Штатах Америки была уверена, что Украину стоит максимум 72 часа, потом ее расколят, и будем все жить счастливо после этого. Не получилось, просчитались, украинский народ оказался другим, чем они думали, и украинская армия, и вооруженные силы тоже. Теперь они пытаются решить проблему другим способом. Видимо... В этом моменте была информация не только о наступлении вооруженных сил Украины, но и об Израиле, и о Южной Корее. Чего следует ожидать от этих двух стран, и насколько это подрывает имидж Америки? Ну, я считаю, что это... Опять же, знаете, если бы это был изолированный случай, который случается... И я был сам жертвой одного из таких случаев, когда меня... Я был назван персоной Нанграды в России и был изгнан оттуда Путиным, потому что был предатель в ФБР, который сдавал нас, и сдавал людей, и это было людей... Случайно. Но это были исключения из правил. Сегодня у нас это как бы как правило. Опять же говорю, Афганистан, секретные документы на полу в гараже, land lease подписан, но ничего по этому поводу не делается. Зачем тогда подписали? Зачем голосовали? Зачем подписали land lease? Ну, это символический такой закон. Что за символический закон? А как насчет налогов? Может, это тоже символический закон, а я их плачу все эти годы налоги, да? Почему этот символический закон, а другой у нас не символический закон? И так далее, и так далее. И теперь еще утечка вот этих документов. Гаубицы с американ... Вы знаете, гаубицы, которые пришли в Украину, которые не ездят, не стреляют? Миллионы долларов Украина потратила на это. Кто за это будет отвечать? Кто это делает? И когда ты видишь, что вот это уже идет как бы за правила, а не за исключения, то, конечно же, статус моей страны падает сильно в глазах других стран. Причем теперь все видят, что у нас идет точно так же и випонизация правоохранительных органов в действующей администрации. То есть оппонентов надо судить, сажать, разорять, распространять фейки про них, которые очень хорошо подхватываются у украинских СМИ. Это единственное, что их волнует, что Трамп сказал. Когда видно, что идет травля оппонента, неважно какого, но оппонента. Это так в Соединенных Штатах у нас есть. Мы были всегда флагманом, что есть конкуренция, что есть демократия в том смысле, что есть оппозиция. Сегодня вы у власти, мы в оппозиции, завтра мы у власти, вы в оппозиции. Никого не расстреливают, никого не убивают, никого не сажают за это. Сегодня мы видим, конечно же, мы падаем, когда другие страны. Когда Камала Харрес в Зимбабве, она на пресс-конференции с президентом Зимбабве, ей задают вопрос про суд и про арест Трампа, она не отвечает, она молчит. И президент Зимбабве дает лекцию, что такое демократия и правосудие. Он начинает учить, как, значит, надо строить демократию. Конечно же, это было бы смешно, если бы это было не так обидно. И вот эти вот соровские наши прокуроры, которые, люди уже в шоке, на площадке, кстати, тот же самый прокурор, да, который выпускает всех этих бандитов и всех остальных из тюрем, близко нам социально похожим, как это делала советская власть при Ленине, выпуская, большевики выпускали весь этот криминал. То же самое у нас происходит с этим Бэ, Лэмс, с Антифой и так далее. Человек, который охранял парковку, где машины парковались, другой чернокожий, другой чернокожий пытается грабануть. Он к нему подходит и говорит, нельзя это делать. Он берет и четыре пули в него всаживает. Ну, не убивает. Этот отнимает. Гарри, вы пропали. Этот у него отнимает пистолет каким-то образом и убивает бандита. Вот этот прокурор, человек выжил. В госпитале просыпается, а он прикован к постели. Потому что прокурор против него открыл дело за то, что он убил человека и владел нелегально оружием. У него же не было примита на этот пистолет, который он отнял, из которого тот его пристрелил. Или в Техасе у нас сержант, тоже Соровский прокурор, сержант, его зовут Дэниел Перри, сержант Дэниел Перри из армии, подрабатывал вечером на Убре, ездил. И его БЛМ окружило, начало его качать и все остальное. Один из чернокожей, сержант белокожей, чернокожий подбежал из БЛМ и наставил на него АК, автомат. Тот сватил пистолет свой, у него есть разрешение отношений, и застрелил этого чернокожего. Так его осудили, хотят посадить на все, но правда в Техасе есть закон, где застрелил он этого парня, зовут Геррет Фостер, прокурор Соровский, но в Техасе есть губернатор, в Техасе есть закон, где комиссия может тебе дать амнистию. И вот губернатор дал слово, что он амнистирует этого сержанта армии, который работая, пытаясь прокормить свою семью, потому что у нас в сержантах не такие большие зарплаты, он защищая себя застрелил чернокожего. Понимаете, конечно же люди видят у нас, что это идет одним можно это делать, а другим нельзя. также хочу с вами обсудить не знаю, какая у вас уже будет реакция, президент Джо Байден подтвердил свои намерения баллотироваться на второй срок, я просто не могу у вас этого не спросить, до 2024 году об этом он заявил на шоу телеканале NBC, его прямая стата «Я планирую баллотироваться, но мы еще не готовы объявить об этом». Гарри, как вы считаете, почему Байден прямо не заявляет о том, что он идет на выборы в 2024 году? Это для того, чтобы сохранить возможность не баллотироваться и держать интригу, либо как это вы воспринимаете для себя? Диана, во-первых, вы можете меня спрашивать все, что угодно, я же не на вас лично нападаю, я нападаю сразу, все в СМИ. Просто так получилось, что такая прекрасная девушка попала в эту компанию, которую я не очень люблю. Я не знаю, я не знаю, я думаю, что демократическая партия, люди в демократической партии, но, опять же, там не все коммунисты, не все социалисты и не все сумасшедшие. Да, мы очень, наверное, большая часть, чем в республиканской партии, с моей точки зрения. Большинство людей не знают разницы фундаментальную между демократами и республиканцами. Кратко, демократы, они за централизованность, поэтому они лучше организованы, они, чтобы все законы и все исходило из Вашингтона, как в школах, как лечить, чего учить и так далее. Республиканцы, они на штаты, делятся. В Штатах больше, поэтому они не так связаны, они не так организованы сильно между собой. Поэтому там это больше такие социалистические взгляды, как социализм, а у республиканцев больше капиталистические, там каждый пусть решает сам за себя, как они хотят жить, с чего они хотят учить, как они хотят лечить и так далее. Кроме там ФБР, армии и федеральных структур. Короче, вы сами можете решить, вы республиканской или демократ, вы чтобы было больше правительства или чтобы было меньше правительства в Киеве центрального. Если вы чтобы было меньше, чиновник... Я думаю, что было эффективнее. Если вы за то, чтобы было меньше их, то вы республиканка. Если вы за то, чтобы их было больше, значит, вы демократка. Вот и все. Очень легко, ну, довольно-таки упрощенное, конечно, так. Поэтому там, в демократической партии тоже, я уверен, что очень большое количество демократов не хотят, чтобы баллотировался Байден. Они понимают, что он проиграет, что он не... он более неэффективен. Уже все видят, что с ним ходит человек, все время, который ему говорит, которого тоже был микрофон не отключен, который ему говорит, встаньте там, где нарисованы синие... синие ботинки, синие... это... Потому что он уже не знает, где стоять. Потом поворачивайтесь налево, он ходит с... в ухе ему говорят, что делать. Ему... он ходит, там видно. Встаньте, повернитесь направо, идите туда. Он не знает. Это... Я считаю, что это нечестно к этому человеку. Он не управляет стороной, это явно. Он не понимает. присутствует. Поэтому через два года ему еще дотянуть два года надо. Что через два года с ним будет, не думаю, что он... Поэтому многие в демократической партии его не хотят. Но он, видимо, в своем ментальном состоянии, он же больше никем никогда не был. Он всю жизнь в политике. Он закончил школу юристов, тоже, говорит, он там наврал, еле-еле ее закончил. Он сразу пошел в политику и сразу стал сенатором. Вот так ему повезло. И он... Единственное, что он знает, вы ему спрашиваете, переизбираться будем? Будем. Он автоматически на это отвечает, потому что он больше ничего не делал. Кушать будем? Будем. В туалет пойдем? Пойдем. Избираться будем? Будем. На работу пойдете? Какую работу? Где? Я ничего не умею, я ничего не знаю. А переизбираться будем? Будем. Поэтому он все время переизбирается. Наверняка он хочет переизбираться. Но я думаю, что партия ему не дает. Поэтому есть такое видение, что демократы хотят, чтобы Трамп переизбирался. Что они хотят, потому что если он будет идти против Трампа, у него больше шансов выиграть. А если он будет идти против Десантоса или Помпео, или еще против молодого, красивого, здравомыслящего человека, то, конечно, у него шансов нет. Ну и вот опять я сейчас хочу на вас напасть. Смотрите, был недавно у вас в стране Помпео. Закончил в Вестпоинт, служил в Ираке, был бизнесменом, возглавлял ЦРУ, был министром иностранных дел при Трампе. Привез многих конгрессменов, республиканцев в Украину. Привез бизнесменов, которые инвестировали в Украину. Украинских СМИ не показали это. Очень, очень, очень моментально. Говорили мы об этом. Гарри, говорили мы об этом. Очень моментально. Ну я говорю, вот этот у вас. Работы именно вы имеете ввиду? Ну вот этот государственный канал. Единые новости. Государственный канал. Там этого практически не было. Если в сравнении с тем, когда приезжает оппозиционная партия. Хотя платим за этот канал мы, американцы, как и республиканцы, так и демократы. Но они явно занимают другую позицию. Поэтому там все время крутят одних и тех же вот этих хороших русских, которые не могут мне сказать, что Путин, конечно, они как бы неправильно, что Путин это ужас, это исчадь и ада. Ну и Трамп тоже. Они про него тоже не забывают. А Байден, конечно, спасибо ему, потому что он помогает нам делать. Очень однобоко, очень неправильно, я считаю. Поэтому я и приглашаю вас на Политбюро, для того, чтобы вы показали нам другую позицию. Потому что мы показываем нашим зрителям и одну сторону, и другую сторону. Я вам очень благодарна, что вы нашли время. Когда показывают и одну, и другую сторону, если одну сторону показывают 10 раз, а другую один раз, это тоже однобоко. Но мы все равно же с этим боремся. Гарри Табах, офицер военно-морских сил США в отставке. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал Гарри Табаха. Мы все ссылки на все источники укажем ниже под этим видео. Также подписывайтесь на канал Политбюро, если вы этого еще не сделали. И пишите, конечно же, свои комментарии. Для нас это очень важно. Мы работаем для вас. Меня зовут Дина Бернацкая. Берегите себя и до скорой встречи. Спасибо, Дина.